Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел и сегодня мы будем читать 33 главу этой книги. В начале с 1 стиха по 37 перечисляются стоянки, которые были у еврейского народа, но мы изучаем эти стоянки, просматриваем их и в книге «Второзаконие». Поэтому с 1 по 37 мы опустим текст, прочитаем 38, и взошел Аарон, священник на гору Ор по повелению Господню и умер там в 40-й год по их шествию сынов Израилевых из земли египетской. В пятый месяц, первый день месяца, Аарон был 123 лет, когда умер на горе Ор. Ну, само слово Ор, напоминаю, оно означает свет. То есть это была светлая гора или, возможно, он пережил там какое-то последнее великое откровение. Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанская, услышал тогда, что идут сыны Израилевы. Надо сказать, что весть об исходе из Египта, она как гром облетела все земли окрестные, включая земли Ханаана, святой Палестины. И все слышали, как бог евреев воюет за них и одерживает победы над язычниками. Далее опять перечисляются стоянки, и мы рассмотрим тему «Господь велит израилетянам прогнать жителей земли Ханаанской». Это с 50 стиха по 56. Я напомню, что в понимании святых отцов семь народов Ханаана – это семь смертных грехов. Чтобы человеку войти в землю обетованную небесного Царствия Божия, ему надо избавиться от семи смертных грехов, которые могут обитать, или один из них, или несколько в его душе. Поэтому то, что мы читаем, правильно истолковывает духовно. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения, то есть идолопоклонства, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите, и возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение, и разделите землю по жребию на уделы племенам вашим». Племена – это колено. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел меньше. «Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел, по коленам отцов ваших возьмите себе уделы». То есть и внутри колен тоже смотрели, какое семейство более многочисленное им давали на дел более большой. «Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то есть не избавитесь от смертных грехов, то оставшиеся из них, то есть человек стал христианином, а грехи остаются, будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить». «И тогда, что я вознамерился сделать им, то есть вот этим народом Ханаана, сделаю вам, то есть вас прогоню с этой земли». И мы знаем, что было два изгнания евреев со святой земли. Это когда Вавилонское пленение и когда Римское иго Железного Римского царства пленило их. И этот голод, изгнание продолжается до сих пор. То есть для нас очень важно, друзья, очиститься, чтобы войти в Царствие Божие. Если, став христианином, человек еще цепляется за те грехи, которые он возлюбил, то в Писании сказано, неблагонадежен для Царствия Божия тот, кто взявшись за плух, оборачивается назад. И вот эту неблагонадежность мы должны преодолевать в себе, насколько это возможно. Спасибо с Христосом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok